Глава 122. Сын Божий. Вечером Юра долго не мог уснуть. Сердце его сжималось от боли и обиды. Что мог он сделать? Было темно, слезы стекали по его щекам на маленькую подушку. Господи! Тихо, одними губами произнес он. Ты принимаешь только тех, кто приходит к тебе. Что же мне делать? Я очень люблю и в то же время ненавижу свою мать. Можешь ли ты что-нибудь сделать для нее? Утром он встал совершенно разбитым. Картина печальной действительности неотступно стояла перед ним. Сидя за столом, Юра думал. У нее нечего есть. Снова пойдет к соседке и... Дальше думать он не хотел. После завтрака Юра с опущенной головой подошел к Валентине Николаевне и спросил. Можно я пойду к дедушке? Валентина Николаевна долго смотрела на него. Несмотря на то, что она сердилась на него за нарушение дисциплины, она видела страдания этого ребенка. Можно? Тихо ответила она. Я тебе верю, Юра. Юра быстро поднял голову, поблагодарил Валентину Николаевну и бросился на улицу. На крыльце его ждал Саша. Увидев ребят, дедушка все понял. Он подошел к Юре, обнял его и крепко прижал к себе. От этого сердечного прикосновения Юра вдруг разрыдался. Плакал он долго, и казалось, ничем его нельзя было утешить. Дедушка молча стоял, поглажив его по голове и по спине. На глазах его тоже были слезы. Вот почему нам так необходим Спаситель. Весь мир находится в рабстве Сатаны и не видит необходимости освобождения. Не знают они, что ждут их еще большие муки в озере Аунину. Когда Юра успокоился, бабушка предложила мальчикам сладкого чаю с пирожками. Вы любите придумывать истории? Спросил дедушка, открывая Библию. Да, улыбнулся Саша. Взрослые тоже придумывают. Но когда мы думаем о вечности, нам нужно знать истину. Здесь фантазия уже не подходит. Во всем мире люди следуют различным религиям, верят во всякие истории, которые возникли не как истина, а как ложь сатана. Цель всего этого – увести мужчин, женщин и детей от Божьей истины. Но когда мы читаем Библию, познаем истину, данную нам самим Богом, который вечен и который не лжет. Давайте мы прочтем Евангелие от Марка, главу 8, стихи с 27 и 28 стихи. Иисус со своими учениками пошел оттуда в селение Кесарии Филипповой. По дороге он спросил учеников, что говорят люди, кто я такой? И они ответили, одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты Илья, третий утверждают, что ты один из пророков. Царь Ирод посадил в темницу, а затем убил Иоанна Крестителя. И люди считали, что Иисус был Иоанном, воскрешшим из мертвых. Другие считали, что Иисус был Ильей. А кто такой Илья? – спросил Саша. Пророк Илья, взятый Богом на небо за 850 лет до пришествия в этот мир Иисуса. Некоторые полагали, что Иисус был Ильей, вернувшимся на землю. Иисус ясно сказал людям, кто Он есть. Он сказал, что Он Сын Божий, Избавитель, которого Бог обещал с начала мира. Он явил людям Свою силу, совершая великие чудеса. Большинство иудеев, тем не менее, не верили Ему. Очень важно, чтобы вы верили в то, то есть Иисус, что Он говорил правду и не был лжецом. Если бы Он говорил неправду, тогда Он не мог бы быть Богом-сыном, сказал Саша. Ведь Бог святой и совершенный. Правильно. А если Он говорил правду, тогда мы должны верить в Него и уповать на то, что Он сказал. Иисус сказал, что Он есть Бог. Прощи, Юра, 29 стих. Тогда Иисус спросил, а что вы думаете, кто я, по-вашему, такой? Петр ответил ему, ты Христос. Иисус знал, что Его ученики никогда не будут угодны Богу, Его Отцу, если они не поверят, что Он есть Спаситель, которого Бог обещал прислать в этот мир. Они должны были твердо знать, что Иисус – единственный, обетованный Богом в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили. Они не должны были сомневаться в том, что Иисус был тем, которого Бог обещал прислать как потомка Авраама и Давида. Иисус Христос – великий пророк Божий, великий Божий первосвященник и великий Божий Царь. Иисус Христос был посланником и пророком Божьим для всего мира. Он говорил только правду. Читай, Сашок, 30 стих из 8 главы Иоангелия от Марка. И тогда Он запретил им рассказывать о себе кому-либо. Иисус хотел, чтобы люди услышали Его и всем сердцем поверили Его словам. Он не хотел, чтобы люди следовали за Ним только потому, что ученики говорили, что Он – весь Христос. Бог не желает, чтобы вы верили в Иисуса только потому, что Я вам сказал это. Вы должны верить исключительно, но только в Слово Божие. Если вы будете следовать за людьми и не верить в Слово Божие, то вы не будете угодны Богу. Ваша вера должна основываться только на Боге и Ее Слове. Прочти-ка, Юра, следующий, 31 стих. И начал Он учить их, что много должен будет выстрадать Сын Человеческий, что будет Он отвергнут старейшинами, первосвященниками и законоучителями и будет убит, но на третий день воскреснет. Иисус знал, что Он должен умереть, знал, что сатана использует иудейских начальников, чтобы убить Его, так как они не верили, что Он – Сын Божий и Избавитель. Иисус знал также, что после смерти и погребения Он через трое суток выйдет из клепа. Можете ли вы сказать, что с вами случится завтра? – неожиданно спросил дедушка. Ребята только отрицательно покачали головами. – А где вы будете через год? Как долго вы проживете в этом мире? – Нет, на эти вопросы мы не можем ответить, – сказал Юра. – Правильно. Нам неведомо наше будущее. А Иисус Его знал. – Бог знает все. Иисус не только был человеком, подобным нам. Иисус был также и Богом, Сыном. Еще за сотни лет пророки предсказали многие подробности того, что случится с Ним. – Дедушка, а что имена они предсказывали? – спросил Юра. – Что Он претерпит много страданий, будет отвергнуты юдейскими начальниками, его убьют, но оно восстанет из мертвых. – Иисус знал и верил тому, что было написано о Нем в Ветхом Завете. Иисус знал, что Он избавитель, обещанный Богом, и все, что о Нем говорится в Божьем Слове, свершится. Божье Слово всегда исполняется. Бабушка накрыла на стол. После обеда дедушка отправился копать. Мальчики попросились ему помогать. Копали они во дворе старенькой учительницы. Немощная Светлана Григорьевна вышла на двор и предложила работникам попить. Компот был очень вкусный и прохладный. – Спасибо вам большое, Иван Митрофанович, – сказала она. – Вы меня всегда выручаете. Хорошие у вас внуки, безотказные. Спасибо вам, ребятки. Огород у Светланы Георгиевны был небольшой, поэтому с работой справились быстро. Светланы Георгиевны